Итак, что на самом деле может измениться в Украине после принятия нового закона о языке? Давайте выясним это с нашими гостями. Татьяна Острикова, депутат из фракции «Самопомощь» и Тарас Загородний, политический эксперт, сегодня присоединяются к нашему эфиру. Друзья, первый вопрос у меня одинаков для вас обоих. Вот почему так получилось, что Верховная Рада не смогла по итогу соединить в одном законопроекте все идеи по развитию украинского языка? И что будет дальше? Теперь будет продолжаться работа над двумя законопроектами, комитетским и блока Петра Порошенко, и как это будет происходить. Татьяна, давайте с вас начнем. Вчера мы рассматривали целых четыре законопроекта, которые касаются вопроса языка. Но шанс на проходжение был только в двух. Один авторство народного депутата Лесюка из блока Петра Порошенко, другой авторство Княжицкого-Подоляк, других депутатов из разных фракций парламенту. И, в основном, чем они отличаются? Той законопроект, который, вешті-решт, было проголосовано, он относится исключительно украинской мовы, как государственной мовы, которая должна использоваться в публичных отношениях, государственного управления, службы и так далее. И не относится мови спелкувания и мови богослужений и религийных отношений. А тот законопроект, на котором наполягала президентская фракция, он, кроме государственной и украинской мовы, также говорит и регулирует питание мов национальных меньшин и мов коренных народов. Но это абсолютно разные вещи, которые не можно объединять в одном законопроекте, оскільки в них совсем разный предмет регулирования. Украинская мова как государственная мова, государственная и Украина – это символ государственности, это так же как гимн, это так же как герб, и мусить иметь окремый закон. А мовы национальных меньшин и мовы коренных народов, и есть окремая погоджена позиция с национальными меньшинами, что они должны быть регулированы в окремом законопроекте, чтобы не разъединять общество, чтобы не создать регионализацию, чтобы это штучное питание мови, российская, украинская, это то, на чем спекулюют политики, разъединяющие общество, Схид, Захид и так далее, чтобы в него не было. Тарас, каким вы видите дальнейшее продвижение, наработку этого законопроекта по итогу, когда его вопрос вдогонку, когда, по-вашему, его могут принять, скорее всего, к выборам, говорят многие эксперты, согласны вы с этим или нет, и каким будет его практическое применение? Он останется декларативным или существенно изменит статус украинского языка в стране? Ну, те интриги навколо законопроекта, они больше связаны с теплыми в лапках стосунков, в першу чергу, между Народным фронтом и БПП, потому что БПП не полягало на своем законопроекте, потому что это часть президентской кампании, а Народный фронт подставил свой законопроект, чтобы показать, кто в доме и господаре, и для того, чтобы показать, что без Народного фронта БПП жодного законопроекта не проведет. То есть, тут еще и политическая складыва, конечно, накладывается. Я не верю, что это как-то вплине на практичное выполнение этого законопроекта, суттево изменит ситуацию. Почему? Потому что я уважно продавил этот законопроект, в большинстве, ну, на 80% того, что в этих законопроектах закладено, оно уже есть в других законопроектах, и что касается ее мови судочинства, что касается и об обязанных знаний чиновниками украинской мовы и то, что, 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 что. Единственное, что там появляется еще одна бюрократичная структура, которая будет уже контролировать это вопрос, там, правопису, как русскую мову передавать украинские места и так далее. Звичайно, что, скорее всего, оно под выборами будет ухвалено, ну, десь уже в первой половине, ну, до, звичайно, что до березня наступного року. Это тоже будет частью кампании. Насколько это будет сприйматься людьми, я думаю, что это будет больше раздартувание викликать, потому что я вважаю большую загрозу украинской мови, то, что у нас сейчас выезжает очень много людей за кордон, они асимулюются там, ну, я особо, как, знаете, мова народу, как одна бабуся мне сказала, что не буду я платить ваши тарифы, я не буду утримывать нафтогаз и всех других, так, я просто поеду с донькой и заберу онуків, и просто не повернусь в краину. То есть это будет больше загроза украинской мови, чем то, что мы сейчас тут обговорим. Вы упомянули о практическом выполнении этого закона. Татьяне хочу задать вопрос об этом. Вот вы во время дискуссии в зале парламента задавали вопрос коллеге, который представлял законопроект, о языковых инспекторах. Да, сначала действительно такие нормы в языковых инспекторах, они в законопроекте были, потом под стенограмму, я хочу отметить, их сняли. Будут они все-таки эти языковые инспекторы или нет? Если нет, то тогда кто будет контроль осуществлять? Неужели полицию будем вызывать, чтобы проверять, насколько чиновники выполняют законные языки? Справа в том, что действительно, питание мови – это питание, на каком часто політики спекулюют и разъединяют суспільство, залучающие ту или иную категорию выборцев до своих шанувальников. Потому что, чтобы спокойно, нормально регулировать вопрос наукраинскую мову, как государственную мову, именно в управленческом публичном жизни, есть погоджена позиция экспертов, общественности, политических сил большинства, что не санкциями нужно заохочить людей, чтобы общаться с украинской мовой. И поэтому, именно вчера, под стенограмом, были эти языковые инспекторы, которые вызвали раздративание, потому что они, начебто, должны ходить по скаргам и проверять, что государственные управленцы и чиновники говорят и пишут украинскую мову. Этот институт был выключен из текста законопроекта. Что это означает? Что на сегодняшний день их там нет. И больше того, я знаю, что возникает вопрос, что еще может измениться до другого читания? Я бы еще либо реализовала штрафные санкции. Вы бы их убрали или понизили эти штаты? Понизила. Я думаю, что их нужно понизить, потому что не санкциями, повторюсь, нужно людей заохочевать, спілкуваться. Татьяна, очень короткий у меня к вам вопрос. У нас мало времени. Под новый закон все равно понадобятся новые деньги. Это языковые инспекции. То есть будут какие-то штаты, какие-то институты создаваться. Деньги на следующий год бюджет уже под это заложены или нет? Коротко. Мы не могли еще закласти в бюджет эти деньги, потому что этот закон еще не набыл чинностей. Так, но, например, на Мининформполітики нам уряд пропонует закласти на 2019 год близко 500 миллионов гривен. Я думаю, что можно эти деньги перераспределить. Вы думаете, что можно будет залезть в этот бюджет? Так, и вот приблизительно для разумения. Тарас, а вам не кажется, что сейчас проголосуют, на выборах используют, а потом, может быть, и забудут, наверное, об этом законе? Ну, просто денег не дадут. Возможно, такое вариант? Я не выключаю, что это так и будет, потому что я тут погоджусь, что лучше популяризировать украинскую мову, и престиж украинской мовы должен срастать. А престиж украинской мовы, украинского прапора и украинского паспорта будет, когда люди будут чувствовать и заможность, и это все просто поединиваться. Мы, например, участвуем английскую мову не через то, что кто-то не въязывает, потому что, або китайскую мову, потому что бачать успехи державы, и до нея просто тягнутся люди. Поэтому в данном случае это комплексное повинное питание. Боротися с олігархией, боротися с коррупцией, чтобы и люди повертались. Потому что, я вам скажу, ну, если 2 миллиона сейчас украинцев, это в основном украиномовне, потому что это захид Украины, центр Украины через безработица едет в Польшу, это означает, что уже их дети, скорее всего, будут разговаривать польской мовой, а унуки точно уже будут поляками. Ну, мысль ваша понятна. Спасибо за этот разговор. Татьяна Острикова, Тарас Загородний отвечали на мои вопросы. Еще раз благодарю.